МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер программы Бардачок Харківский м'ясный ряд Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов Бардачок И на ваших экранах снова я, Александр Трепетин Когда нашим законодателям припекает, они умеют работать весьма оперативно Отличным примером такой оперативности является недавнее изменение в налоговом кодексе Отсрочившее введение карательных санкций в отношении водителей евроблях Как известно, закон 84-88 давал возможность легализовать автомобили с иностранной регистрации По льготным таможенным ставкам Но действовал такой период невиданной щедрости недолго, 3 месяца А оставшееся время до 24 мая легализовать евробляху можно было только по полной ставке акциза Ну а с 24-го должны были начаться репрессии Штрафы до 170 тысяч гривен и конфискация авто Однако это не случилось И не случится в ближайшие 3 месяца Депутаты внесли правку в закон Изменив одну цифру 180 поменяли на 270 И теперь период для легализации автомобиля на иностранной регистрации Продлится до 24 августа Еще на 90 дней Что интересно, поправка была буквально молниеносно утверждена президентом И вступила в силу 17 мая Таким образом, ездящие на евробляхах Еще три месяца могут делать это без угрозы штрафных санкций Данное решение Верховной Рады не только выставило в неприглядном свете, мягко говоря Тех, кто выстаивал очереди на таможнях и в сервисных центрах МВД Чтобы успеть срок легализовать свой автомобиль Продление срока в легализации евроблях еще на 90 дней Никак не стимулирует сделать это за дополнительно полученные три месяца Во-первых, за многие из оставшихся нерастаможенными автомобилей платить какие-то налоги невыгодно Они автомобили Того не стоят, а более-менее стоящие машины давно ездят на украинских номерах Во-вторых, активно обсуждается вероятность того, что этот срок вновь продлят Ведь если удалось однажды продавить, почему не получится еще раз? В-третьих, руководство автоевросилы говорит о том, что есть реальная надежда на полную амнистию для евроблях Только для этого нужно, чтобы представители автоевросилы и других подобных объединений попали в ряды депутатов ВР нового созыва А уже после этого недалек тот час, когда совместными усилиями все налоги и ограничения на воз автомобилей в Украину вообще отменены Надо заметить, что за три месяца периода льготной растаможки 140 тысяч евроблях были легализованы Что принесло в бюджет страны 13 миллиардов гривен А общее количество растаможенных за этот период машин превысило весь прошлогодний импорт в 2,5 раза Таким образом, продление периода легализации евроблях еще на 90 дней выгодно только бизнесу по возу этих самых евроблях, ну и их пользователям А вот легальным импортерам БУ авто опять придется смириться с низкими ценами на рынке нерастаможенных автомобилей Давление на вторичный рынок продолжится и владельцы авто официально купленных в Украине не смогут продать их за справедливые деньги А это опять-таки тормозит покупку именно нового транспортного средства Имеются и косвенные потери, связанные с продлением периода амнистии Так нерастаможенными остались те машины, владельца которых найти невозможно Или за которые платить хоть что-нибудь смысла никакого нет, то есть дрова А это значит, что из-за продления периода легализации евроблях пострадает экология и безопасность на дорогах По данным Моторно-транспортного страхового бюро Украины, водитель евроблях в прошлом году совершили 9000 ДТП Тенденция весьма неприятная А как оно будет дальше, посмотрим В нашей стране с непредсказуемым прошлым строить планы на будущее бесполезное занятие Машины, они примхливые, мастливыми и паловом перебирают Влитку им одно не нужно, а в зимку и инше А мне много не нужно, чтобы вкусно, корисно и никакой химии Харкевский мясный ряд Ковбасы там мясные деликатесы только из натуральных ингредиентов За классической рецептурой В дорогу и на работу На святковый стил и для пикнику Не устаю удивляться талантам наших любимых дорожных служб Казалось бы уже все повидал на дорогах А нет, умеют удивить Причем удивляют именно меня А новичков или приезжих просто вгоняют в ступор На ситуацию с регулированием движения возле турбины на Московском проспекте Обратил мое внимание знакомый житель столицы, приехавший в Харьков на авто Пытаясь развернуться в этом месте, он узнал о себе от других водителей много нового Выучил несколько новых выражений, но изрядно подпортил нервы, пытаясь разобраться в ситуации Как оказалось, действительно С непривычкой тут довольно сложно быстро сориентироваться Ибо светофоры установлены, ну, скажем так, слегка нетрадиционно Это чтобы более крепких выражений использовать Как правило, подъезжая к перекрестку, водитель видит нужный светофор справа или над дорогой Этот светофор называется основной Нередко его сигналы повторяет дополнительный светофор, установленный слева от проезжей части Или за пересечением дорог Тут такое имеется, но с необычным привкусом Все светофоры разные Тот, который основной, имеет допсекцию справа Тот, который слева стоит, имеет дополнительную секцию слева А то, что за перегрузкой, имеет две дополнительные секции Плюс, ничто не указывает на отсутствие в этом месте встречного движения Водитель, незнакомый с особенностями данного перекрестка, при желании развернуться, поворачивает не в крайний левый ряд Там же мод будет встречный А в лучшем случае в среднюю полосу Согласно ПДД, он останавливается перед основным светофором так, чтобы было видно его сигналы А там нет сигнала, разрешающего развернуться На основном зеленом стрелка прямо И когда она загорается, такому водителю уже 15 секунд сигналят в спину таких же желающих здесь развернуться Они сознают, что смотреть нужно на другой светофор Там давно стрелка горит Как об этом должен догадаться незнакомый с перекрестком человек, непонятно Мало того, в середине этого проезда светофор слева вообще не заметен Нормально его можно рассмотреть только из крайнего левого ряда Для этого тут даже повторительный светофорчик прилепили На уровне глаз водителя легковушки Спасибо, конечно, за такую заботу Но не проще ли было приделать к основному еще одну доп. секцию? Был бы такой, как стоит за перекрестком Хотя было бы понятно сразу всем, куда ехать можно, а куда нет Считаю, что экономия в данном случае совершенно не оправдана И еще одно об этом перекрестке, вернее, о переходе Разметка знаки светофора здесь присутствует в необходимом количестве Переход через вот эту проезжую часть Московского проспекта регулируется светофором, переключаемым кнопкой То есть желая перейти, пешеход давит пымпу и, дождавшись разрешающего сигнала, переходит Нажать кнопку не проблема, а вот дождаться переключения светофора Такое под силу только просветленному будде У остальных терпения не хватит, совершенно точно Ибо кнопка ничего не переключает Дави на нее, не дави Светофор все равно горит красным для пешеходов, соответственно, для машин всегда зеленый И перейти дорогу можно только дождавшись разрыва в потоке транспорта Наверное, это как-то неправильно, да? Далее опять о наболевшем, о разметке Многие наши водители уверены, что разметка на харьковских дорогах весной сходит вместе со снегом Да, есть такое, но не везде Почему-то очень быстро стирается только нужная разметка Когда в прошлом году порядок движения по Шевченко у метро Киевской поменялся То дорожные службы устроили возле развилки практически идеальное пересечение Учтя интересы всех участников движения Одним из таких интересов был интерес пешеходов Для них переход через оживленную магистраль стал регулируемым, а значит безопасным Старый нерегулируемый переход напротив автосалона и сервисного центра МВД был упразднен Ну, как упразднен? Убрали знаки, а зебру тупо закрасили Вот только не учли дорожники, что закрашивание разметки-то временное решение Работающее очень непродолжительное время Спустя несколько месяцев зебра вновь видна во всей красе И только на крайних полосках заметны остатки черной краски, под которой пытались ее скрыть В результате на сегодняшний день имеем неприятную для водителя ситуацию Пешеходный переход перед оживленным перекрестком То, что по бумагам перехода нет, никого не интересует Пешеходы, пусть и не часто, но ходят через улицу, заставляя водителей судорожно вытормаживаться А судорожно потому, что появляющиеся люди на зебре появляются внезапно Для едущих со стороны метро Киевская Выходят из-за плотно стоящих перед светофором машин Рано или поздно такой сюрприз может закончиться очень печально И все потому, что слишком хорошее качество краски для разметки Это не всегда хорошо Обратите внимание, стрелки на дороге, нарисованные вместе с этой зеброй Давным-давно стерлись до полной невидимости Двойная сплошная также стерлась, ее недавно пришлось обновлять А полосы перехода, как новенькие Тот самый случай, когда очень хорошо, это уже совсем нехорошо Конечно, пешеходы у нас никогда не отличались дисциплинированностью Даже при наличии нормального перехода находятся те, кто перебегает дорогу в запрещенном месте Но такие хоть понимают, что их никто пропускать не обязан А если есть четкая видимая зебра То, переходя дорогу по ней, многие даже по сторонам не смотрят Именно здесь так и происходит Потому, пока дорожники не разобрались со слишком хорошей краской Коллеги-водители, будьте очень осторожны в этом месте Ровно 60 лет назад стартовали продажи автомобиля легенды Оказавшего значительное влияние как на мировой автопром Так и на жизнь нескольких поколений автомобилистов Эти машины встречались в гаражах как простых людей, так и мировых звезд Сам Энцо Феррари имел три таких авто В середине 50-х годов минувшего века в Англии, как и во всей Европе Экономика восстановилась после Второй мировой войны И населению захотелось не только хлеба и зрелищ Но и доступного средства передвижения British Motor Corporation, BMC, решилась пойти по примеру Фольксвагена Создав свою версию народного автомобиля Поручена эта задача была Алику Исигонису Сформулирована эта задача была предельно четко Создать компактный автомобиль с двигателем, имеющимся в распоряжении BMC И с четырьмя полноценными местами На выполнение задачи Исигонису понадобилось всего 7 месяцев Уже в июле 58-го года он пригласил Леонарда Лорда, главу BMC На испытательный трек опробовать две опытные модели Леонард, предвкушая успех, дал конструктору ровно год Чтобы тот наладил серийное производство этой модели Чтобы уложиться в сроки, да еще и не выйти за рамки бюджета Алику и его команде пришлось работать по принципу Чем проще, тем быстрее и дешевле Так в подвеске было решено использовать не пружины, а резинки В кузове вместо скрытых внутренних швов Внешние, кстати, последние в итоге И переросли в отличительную черту классических мини Спустя год в августе 59-го года первые мини сошли таки с конвейера Причем восхищенные публики представили сразу две модели Морис Мини Минор и Остин Севен Автомобили были почти идентичны У бы оснащали четырехцилиндровым двигателем Остин Объемом 0,8 литра и мощностью 34 лошадиные силы И отличались лишь решеткой радиатора, колпаками колес да цветом кузова Двойная премьера была связана с широким спектром рыночных брендов Предлагаемых корпорацией British Motor Конечно, основной темой обсуждаемой потребителями Стала конструкция Морис Мини Минор Как такой маленький автомобиль может быть таким вместительным? Здесь надо отдать должное Исигонису Который догадался расположить двигатель поперек автомобиля А чтобы еще больше увеличить пространство салона Поместил коробку передач под двигатель Частично интегрировав ее в масляный картер В качестве двигателя был выбран 848-кубовый агрегат Разгоняющий мини до 116 км в час Хотя изначально предполагалось поставить ряды 4-х салендоровых моторов Объемом 950 кубиков Но его посчитали слишком мощным Ведь при этом максимальная скорость достигала бы 140 км в час Что считалось небезопасным Помимо отличной топливной экономичности и милой игрушечной внешности Мини оказался на удивление быстрым и маневренным И, как выяснилось позже, весьма выносливым и надежным Это принесло ему неплохую славу В 1961 году Купер, конструктор команды Формулы-1 Восхищаясь надежностью управляемости этой малолитражки Решил сделать из нее, как сейчас принято называть, горячий хэтчбэк Он стабил мини более мощным мотором Дисковыми тормозами и характерным двухцветным окрасом Модификация получила название «Мини Купер» Была выпущена ограниченным тиражом в 1000 единиц И пользовалась буквально пешенным успехом Да и прочие версии мини разлетались, как горячие пирожки Маленький автомобиль появился в гараже кумиров того времени От участников Битлз до Энцо Феррари Главным двигателем торговли для марки мини стали спортивные достижения После того, как Купер в 1961 году выпустил чисто спортивную версию мини Купер С Награды посыпались, как из рога изобилия Мини участвовал во всевозможных ралли-марафонах и кузовных чемпионатах Благодаря великолепной управляемости и выносливости автомобиля Команды неизменно достигали финиша в числе победителей В 1965 году суммарный выпуск модели перевалил за миллион В 1967 году вышло второе поколение мини – Mark II Основным изменением в которой был более мощный 998-кубовый мотор И незначительные изменения в дизайне В том же году в Великобритании было продано максимальное количество мини – 134 346 единиц Вышедший в 1969 году Mark III также не подвергся серьезной модернизацией и продержался на конвере разных стран до 2000 года Наиболее очевидными изменениями были другие двери со скрытыми петлями и опускающиеся боковые стекла За время своего существования марка мини многократно меняла хозяев А вместе с тем свое название – Остин мини, Моррис мини, Ровер мини Популярность самой машины также менялась, проходя через взлеты и падения После того, как в 1994 году компания Rover Group перешла под контроль BMW Стало понятно, что эпоха классических мини подходит к своему логическому завершению Правда, завершение растянулось аж до осени 2000 года Затем на смену мини пришел Мини Немцы только добавили к имени приставку One Но это уже совсем другая история Вот и все на сегодня Очередной выпуск Бардачка подошел к концу И мы расстаемся, как обычно, на неделю Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!